Опять после пленения Шамиля Дагестан, казалось, успокоился, народ устал и, по-видимому, жаждал мира, однако это колыбель свободолюбивого народа. Хранила в себе еще много горючего материала для мятежного пожара, как невелики были жертвы, принесенные России в ходе Кавказской войны, но до полного успокоения Дагестана еще было далеко. Наступил 1877 год и вскоре открылась Вторая Восточная война, первые волнения обнаружились в соседней Чечне, оттуда перебросились в Дагестан, сначала в обществах, а потом и по всей области. Главные зачинщики движения в Гумбетовском обществе оказались жители Артмуха и Дануха. Оба эти аула были уничтожены. 8 сентября вспыхнул бунт в Казику Мухском округе в местности. Отличавшийся сравнительной преданностью нам даже в Шамилевский период начальник Кумухского округа «Старый Кавказец». Полковник Чембер приказал Наибу штабс-капитану Фатали Беку отправиться с милицией смирять Согратль. Наиб собрал ополчение, но с тем, чтобы пристать к мятежникам. Кумухские события возбуждающе подействовало на дагестанцев, им казалось море по колено, поднялись общество Цудахар-Куппа. Даргинский округ и, наконец, волнение распространилось по всему Южному Дагестану. Джафар-Казику Мухский и Мехти-Беку Цмеев собрали в Янге-Кейнте около 4000 возмутившихся. Над всем селением господствовал громадный укрепленный замок Мехти-Бека. После горячего обстреливания 4 октября аул был занять, но замок еще держался, на предложение сдаться получен был отказ. Здание это окружили со всех сторон и наши охотники пытались поджить его, но меткие выстрелы засевших там 300 горцев заставили отказаться от этой мысли. Ночью оставшиеся в живых защитники замка решились прорваться через нашу цепь, но принуждены были вернуться, а опылал с треском и грохотом рушились одна за другой постройки укрепления. Но защитники его не сдавались, по-прежнему на крыше развивался черный значок, как бы предупреждавший об отчаянной решимости мятежников умереть под грудами развалин своего убежища. С 4 на 5 ноября фанатики напали на кутиши, где стояли три сотни четвертого конной регулярного полка 8 подполковник Мамолов с сотенными командирами и ста преданными нам садниками, заперся в башне. Остальные разбежались или перешли на сторону возмутившихся 5 октября осажденных в башне выручили. Для окончательного погашения бунта нужно было двинуться вглубь гор. Но двинуться с более значительными силами, наконец, подошли подкрепления и 11 октября в лавашах под командой начальника 21-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Петрова. Сосредоточился отряд в 9 батальонов, 16 орудий и 10 сотен кавалерии. К войскам прибыл и командующий войсками Дагестанской области генерал-адъютант князь Меликов. 18 октября отряд выступил к упорно-мятежному Цудахару, 19 октября войска его штурмовали, а на другой день Аул был до основания Розорин. Главные зачинщики восстания собрались в Солграталь. Кудайску муха вела только вьючная тропа, приходилось разделывать колесный путь, и отряд мог придвинуться к сборище упорных дагестанцев лишь 31 октября. Солгратленцы воспользовались старыми неразрушенными укреплениями и умело приспособили их к обороне. 2 ноября гранаты и пули засыпали Солграталь. К 10 часам вечера бою башни, продолжавшийся непрерывно с 4 часов по полудни, начал стихать, огромная куча камней, засыпав подвал, образовала печальный памятник воинственным сенам Дагестана, ослепленным фанатизмом, но достойным глубокого сожаления и удивления их беззаветной отваги. Продолжение следует...